Уважаемые камрады, сегодня у нас весьма интересная тема для обсуждения. Я бы сказал, что это почти священная война. Речь пойдет о разных прошивках для квазара. То есть, почему кто-то до сих пор ходит на прошивках пятилетней давности, кто-то ходит на современных прошивках. Значит, сегодня у нас на тесте будет три блока квазара с разными версиями прошивок. 2.2.14, любимая в народе, очень популярная прошивка, реально древняя. 2.3.3, 2.6.4. Есть еще блок 2.6.1, но, на мой взгляд, по поведению он абсолютно аналогичен к прошивке 2.6.4. И еще у нас будет блок квазар F3 для сравнения. Ну что, поехали. Первый подопытный экземпляр у нас блок с прошивкой 2.2.14. Так, по настройкам пробежимся. Скорость отстройки грунта средняя, фильтры slow. Начнем со slow, попробуем потом normal. Может быть, fast при желании. Значит, ток на всех блоках будет порядка 80 миллиампер. Так, и барьеры выставляем. Барьеры выставляем семерочку. Значит, по статистике большинство народных квазаров, большинство пользователей народных квазаров ходит на барьерах от 5 до 10. Поэтому поставили 7. И, кстати, цели у нас здесь не очень сложные, поэтому чуть-чуть усложним условия. То есть, грубо говоря, подняли, немножечко барьер. Ухудшили чуйку. Так, первая цель. Значит, это у нас 15 копеек на глубине свыше 20 сантиметров. Сигнал не очень красивый, но он есть. Он есть. И запас где-то сантиметра 4. Сантиметра 4. 10 копеек. 10 копеек. Ну, как-то так. Где-то какой-то странный очень сигнал. И очень слабый. И очень прыгающий. Вообще непонятный. очень плохой. С прохода не зацепишь. Разнюхать, в принципе, может быть, разнюхаешь и будешь копать. Ходячка. 5 рублей. Глубина порядка 30 с лишним сантиметров. Ну, есть, в принципе, звук. С прохода можно зацепить. Так, такая же цель на другой глубине. Здесь уже вообще запаса нет. 1 сантиметр и все. Так, попробуем нормал. Меню, конечно, здесь своеобразное. Теплое ламповое. Так, 15 копеек. Около самой земли слышно. Запас 1 сантиметр. 10 копеек. Не слышно. Вообще. Не цепляет. Ходячка. Около самой земли. Еле-еле. Ходячка. Вторая. Не слышно. Сигнала нет. Так, ну что же. Переходим к следующему подопытному. Так, следующий подопытный у нас блок с прошивкой 233. Тоже довольно популярная, но старая прошивка. Условия теста будут те же самые. Барьер 7. Фильтр slow. Ток. 80 миллиампер. Погнали. Первая цель 15 копеек. Слегка другой звук. Ну, в общем-то, в целом, очень похоже на предыдущую прошивку. 10 копеек мы не слышим вообще. Ну, вернее, там, на излёте где-то. Ходячка. Запас слышим около земли. Запас не больше полутора сантиметров. Следующая ходячка только около земли. Еле-еле. Есть ли смысл? Нормал. Ну, давайте попробуем. Нормал. Фильтр нормал. 15 копеек слышим. Неплохо. Эту цель мы не услышим. Эту цель мы не услышим. Эту цель мы не слышим. Так, следующая прошивка у нас 264. Сглаживание сигнала high. Фильтр slow. Ток 80 миллиампер. Барьер тоже 7. 15 копеек. Мощный звук. Чистый. С запасом 10 сантиметров. 10 копеек. Мощнейший звук. Запас 5 сантиметров. 6. Ходячка. Свыше 30 сантиметров. Мощный звук. Но вот он чуть-чуть как будто уплывет больше, чем на предыдущих прошивках. А с другой стороны, если мы отдаляем катушку, то он становится примерно такой же, как на предыдущих прошивках. Так, и последняя тоже ходячка. Небольшой запас. Где-то 3-4 сантиметра. Может, 5 сантиметров запаса. Так. Значит, продолжаем с этой прошивкой. Фильтр normal. 15 копеек. Мощнейший звук. Запас уже минимальный. Но сигнал отличный. 10 копеек. Побрасывает этот сигнал побольше по какой-то причине. Я это связываю с тем, что эта прошивка как бы имеет больший гейн, больше усиления. Хватает больше сигналов вокруг. А здесь где-то у меня лежит что-то вроде железяки. Где-то здесь. Вот. Скорее всего, эта прошивка хватает и кусочек этой железяки. Так, ну давайте попробуем экстремальные режимы тогда. Мы прекрасно справились на normal. Ну давайте посмотрим, что такое very fast. Этот звук уже на излёте. Но он есть. Very fast. Режим мусорка. Цель на глубине свыше 20 сантиметров. Небольшая. Эту цель мы уже не слышим. Эту цель тоже. Эту цель тоже. Ладно, very fast это была не очень хорошая идея. Давайте fast. Почти нету. Есть. Но на излёте. Почти без запаса. Сантиметр. Полтора. Вот здесь сигнала уже нет. Так, в дополнение посмотрим, как эти цели озвучивает квазар F3. Настройки здесь будут чуть другие. Значит, поясню почему. Порог мы поставим либо 3, либо 4. Давайте четвёрочку поставим. Почему? Ну, многие, кстати, этого не знают. В квазар F3 в два раза меньше ступеней регулирования барьера. Это значит, что выставив по привычке на квазар F3 барьер, допустим, десяточку, вы ничего не найдёте. Потому что это будет по квазаровской, по старой, по армовской схеме, это будет барьер двадцатник. Так, ну, что-то мы слышим, но это огромный барьер. Ну, вот поэтому ставим барьер четвёрочку. Так, и пройдёмся по этим цели. Фильтр нормал. Отличный звук. Звук, кстати, не такой сильный, но чёткий. Так. Пять рублей ходячка. Хороший звук. И ещё пять рублей ходячка. Тоже отличный звук. Не очень большой запас, на самом деле, но звук хороший. Теперь попробуем... Попробуем slow. Вот этот звук мне не очень нравится. Запас огромный. Сантиметров десять. Здесь запас сантиметра три-четыре. Звук такой средненький. Здесь звук отличный. Запас сантиметров шесть. Звук тоже неплохой. Звук тоже неплохой. Звук тоже неплохой. Здесь, кстати, эту цель он как-то подзабрасывает в чернину больше. Запас небольшой 10 копеек, но звук хороший. Ходячка, звук отличный. На всякий случай добавили в тест катушку, сделанную немножечко по-другому. Другая катушка на 12 килогерц. Предыдущая была на 16 килогерц. Вот. И проводим тот же самый тест. Значит, slow. Прошивка 264. 15 копеек. Сигнал замечательный. Очень сильный. То есть еще плюс запас 10 сантиметров. 10 копеек. Не самый чистый, но абсолютно сильнейший. Уходим вверх. Он становится более четким. Так. 5 рублей. Вплотную к земле сигнал очень мощный, но не очень четкий. Уходим от него. Становится четкий. И последняя цель. 5 рублей ходячка. Запас сантиметров 7. Это у нас фильтр slow. Барьер 8. Давайте попробуем фильтр normal. Чем ближе я к земле, приближаясь, тем сигнал начинает расплываться просто из-за силы сигнала. Сейчас попробуем то же самое на прошивке 233. Квазар ARM. Прошивка 233. Фильтр slow. Барьер 7. 15 копеек. Сигнал нормальный. Но слабенький. Запаса нет. 10 копеек. Сигнал на излете. Еле-еле. 5 рублей ходячка. Сигнал четкий. Но было подозрение, что эта прошивка более четкий дает сигнал. Но все это, судя по всему, из-за того, что она просто не очень чувствительна. Значит, если мы далеко махаем от цели, машем, то сигнал неплохой. Если ближе... Он все равно неплохой, потому что мы слабенько слышим сигнал от цели. Но он ухудшается. То есть, если бы чуйка была бы посильнее, мы сейчас можем это даже симулировать, скажем, барьер номер 3. Вот сигнал уже и испортился. То есть, грубо говоря, сила сигнала оказывает влияние на порченный сигнал. Эту цель еле-еле слышим даже на барьере 3. На барьере 7. Практически потеряли эту цель. Это slow. Это slow. Попробуем fast. Давайте нормал пробежимся. Эту цель слышим. Эту цель перестаем слышать. 10 копеек. Эту на излете слышим. Эту на самом излете тоже слышим. Fast. Уже эту цель практически потеряли. На самом излете запас 30 сантиметров. Эту цель не слышим. Эту цель практически все потеряли. Эту цель потеряли полностью. Ну что же, получился, по-моему, отличный тест. Какие выводы можно сделать из этого теста? Ну, по мне, свежие прошивки однозначно более глубокие. При этом разница составляет процентов 20. Довольно-таки ощутимо. Также мне понравилась реакция на мелкие, низкопроводящие цели, глубокие, такие как 15 копеек, 10 копеек на глубине 20-25 сантиметров. То есть, может быть, из-за того, что как раз чувствительности хватает, эти сигналы озвучиваются очень хорошо. Хуже озвучивается более крупный сигнал и более глубокий. То есть, грубо говоря, 30-35 сантиметров монета 5 рублей 1997 года. Сигнал показался более расплывчатым. Значит, что еще? Ну, еще из плюсов можно назвать то, что... Из плюсов свежих прошивок можно назвать то, что можно, не теряя в глубине, пользоваться более высокими фильтрами. То есть, грубо говоря, ходить не на very slow и slow, и слушать такой не особо внятный сигнал, а ходить на normal, fast, и при этом не жалеть о потерях глубины. Но это мое мнение. То есть, на всех грунтах, где я хожу, прошивки... А я хожу в разных местах. То есть, это Владимирская область, где довольно-таки легкие грунты, в Подмосковье, где довольно суровые глиноземы, на которых многие металлоискатели вообще не справляются, да? В принципе, на всех этих грунтах свежие прошивки работают прекрасно. И просьба тогда отдельная людям, кто пользуется старыми прошивками, такими как 2.2.14, 2.3.3, поясните нам, почему вы это делаете. То есть, какие вы получаете преимущества от этого, почему вы любите старые прошивки. Какие мы получаем преимущества? И какие плюсы этих прошивок? Ну что же, всем спасибо за внимание. До связи. Пока.